здравствуйте вы смотрите программу разговор по душам с вами в студии я елена бубнова и врач психотерапевт высшей категории алексей зотов алексей традиционно здравствуйте приветствую нас напоминаю нашим телезрителям у нас прямой эфир телефон студии 202 11 22 звоните мы открыты для диалога открыты для вопросов и и для предложенных вами тем да мы по-прежнему в этом большом океане человеческой жизни пробуем оставаться в этом секторе который или за который отвечает психология в узком смысле или в широком смысле потому что трудно себе представить какие-то сферы человеческой жизни в которых психология человеческая функционирование психики так бы или иначе не проявлялась в общем в этом смысле мы так может быть опрометчиво с еленой беремся размышлять в любых вопросах не потому что мы ну я по крайней мере считаем себя такими специалистами потому что экспертами да потому что в любых вопросах можно найти вот это самое человеческое звучание и попробовать днем разобраться поэтому да мы ждем каких-то вопросов комментариев ваших по предыдущим может быть темам может быть мы чего-то не поднимали пока мы ждем звонков в прошлой программе мы начали разговоры о кинотерапии и вот о таком необычном взаимодействии которое сейчас предлагается семью да где семьи приходят с подростками и совместно со специалистами смотрят фильм и затем обсуждают есть о чем поговорить в этом ключе ну для меня это интересно помимо или ну помимо того что такого рода вещи происходят регулярно и они называются кинотерапия кинотерапия что ну смотрится фильм я бы хотел немножко сместить акцент кино в данном случае является не тем пространством вокруг которого вы выстроено взаимодействие родителей и детей или подростков да скорее их отношения родителей под подростка является ключевым центральным а кино это такая но может быть лам лакмусовая бумажка или некое средство которое как сейчас говорят подсвечивает отношения до которые делает отношения более зримыми для самих участников отношений для родителя и для ребенка то есть когда они собираются вместе условно на кухне или едут в машине куда-то и там мама или папа понимают что они хотят поговорить с ребенком они поворачивают голову к сидящему рядом и ну как у тебя дела там да ну нормально никак да никак нормально вот кино в этом смысле как любое хорошее кино как любое произведение искусства является той площадкой на которой сначала опосредованно этот разговор может случаться да ну как тебе фильм что тебе понравилось да а мне вот это понравилось но это не такая не 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 прямая дверь не не лобовой ход в эти отношения а вот такой может быть извилистый но более более быстрый в этом смысле да это та самая человеческая геометрия где прямое не всегда самое быстрое где очень часто извилистая бывает более быстро да извилистый разговор опосредованно можно ли провести аналогию вот из работы психологов которые специализируются на помощи маленьким детям когда ребенку нужно разговорить и и на все действительно лобовые вопросы он молчит но берутся в руки игрушки и ему становится легче вот какой-то имитации такой игровой ситуации начать говорить и начать что-то рассказывать даже если например смотри ты теленок да вот у меня там мама корова там вот о чем теленок может рассказать маме там и зачастую это работает можно ли проводить аналогию что фильмы это тоже некий такой объект через который и подростку легче начать говорить с родителями возможно и родителям начать легче говорить о каких-то актуальных темах вопросов да которых родители переживают но которые там в любой другой ситуации подростки воспринимают в штыки это хорошая подводка ленту о чем вы говорите ну если говорить о детях это наверное общее место что язык детей это язык игры и мне кажется что не стоит об этом забывать попытка разговаривать с ребенком языком взрослых лобовым языком языком конструкции каких-то размышлений очень часто обречен на провал или мы имеем дело с такими гиперразвитыми детьми для которых гиперразвитость иногда и очень часто является обратной стороны то есть они с одной стороны трезво по взрослому да такой маленький взрослый да да мой ребенок да вот но вот там очень часто бывает что вот эта детская часть игровая язык игры он не очень развит а он важный вот по большому счету это одно а второе в медицине есть так это по поводу подростка и по поводу того что легче говорить о кино например в медицине есть такая шутка она очень часто ходит когда пациент приходит к доктору с какой-то но не очень удобной может быть стыдной какой-то проблемой он говорит вы знаете у моего друга есть такая проблема то есть он заявляет это не от своего имени да или у моей подруги вот в кино в этом смысле очень удачно вот этот момент выстроен когда но это же не у нас это же у них у них там происходит какое-то взаимодействие у них какие-то разногласия но через эти разногласия через чужие конфликты через чужие потери и беду да можно увидеть свое очень близко здравствуйте доброго дня доброго вечера наверное даже да здравствуйте представьтесь но что-то мне подсказывает вы звонили нам в прошлой программе илья да да у вас идеальный слов или выскорка тому меня зовут илья вот и я слушаю начало вашей передачи мне кажется что она немножко перекликает тем вопросом который задавал на прошлой вашей передаче к сожалению для себя понял что моя формулировка не позволила вам однозначно ответить снимаю что короткие вопросы всегда как-то просто задать но непонятно что с ними после этого делать часто говорите про кинематограф и это тоже не приход каким образом мы можем занырнуть в общении ну в данном случае при общении с ребенком на разную глубину можно говорить его каким-то первым ответом тепло как фильм ну хорошо и все как бы довольны тем что вроде как бы общаемся общение состоялось галочку поставили время с ребенком проведено да можем сдавать 2 3 4 5 вопрос и заходить в этом общении на разную глубину вопрос который я задавал прошлый раз и сейчас который хочу уточнить может звучать например следующим образом то есть ситуации когда общаются двое людей взрослый ребенок мужчина женщина мужчина мужчина мы можем позволить себе нырнуть на разную глубину и иногда у меня возникает желание нырнуть чуть чуть глубже чем хочет собеседник и не совсем понятно когда тебе можно это позволить а когда мой мои попытки нырнуть глубже нарушают какую-то его свободу я думаю что с этим вы тоже наверно как-то сталкивались и как-то для себя на этот вопрос отвечали вот что нибудь по этому поводу если можно илья вы пока если можно да не отключайтесь если есть возможность вот как не парадоксально я попробую чуть-чуть может быть продвинуться на у меня есть короткий ответ я имею ввиду что ну может быть вопрос что такое глубина нужно обсуждать потому что словечко такое может быть неопределенное но наверное вы короткий мой ответ наверное с человеком во взаимодействии с другим человеком можно продвинуться если здесь категория продвинуться подходит до в близости например ровно настолько насколько оба этих человека ну в больших по большому счету я не знаю захотят позволят причем это хотели позволение не всегда осознаваемо кстати она более осознаваемо иногда люди на психотерапию психологию ходят для того чтобы она была более осознаваемой в смысле построения отношений ну вот мне кажется что эту ну такого рода ответ вы возможно знаете ну то есть мы двинемся ровно настолько насколько мы в эту секунду в это время в этом месте вдвоем захотим это результат сложения сил или может быть ваш вопрос о том что есть еще у вас предположение что это может быть как-то по-другому ну алексей плачу знаете мне кажется что иногда иногда у меня есть ресурс на то чтобы вернуть в общение чуть глубже а у моего собеседника может быть в этот момент времени этого ресурса меньше или нет совсем но как человек воспитанный он иногда поддерживает меня в этом месте иногда когда он мне говорят нет не сегодня я понимаю что ну хорошо дам следующего так но иногда воспитанные люди пытаются нырнуть и не имея ресурса на то чтобы заходить глубже и вот в этот момент времени мне кажется что мое предложение нырять может быть несколько бестактным по отношению к тому человеку с которым я сейчас общаюсь я тоже хочу вас спросить или я вы проговорили такую фразу что когда ваше желание нырнуть поглубже в разговоре возможно посягает на свободу другого человека ну он так воспринимает как посягательство на свою свободу когда вы это говорили у меня возникла идея что ну может быть у кого-то это посягательство на свободу а у кого-то может быть это посягательство там на тревогу и попытка нырнуть в какую-то глубину у человека вызывает там сильнейшую тревогу ну потому что в силу каких-то сознательных или бессознательных процессов, он не готов это сделать. И встречный вопрос хотел вам задать. Как вы воспринимаете, когда вам не хочется нырять на глубину, но человек в силу своих интересов или своей воспитанности вас в эту глубину тянет? Для вас это посягательство на свободу или нет? Или вы всегда откликаетесь с радостью? Ну, мне кажется, что слово всегда слишком сильное. Я бы, наверное, старался бы его избежать в среднем, да? Но мне кажется, что вот эта вот короткая дистанция, погружение в глубину, в какую-то субъективность друг друга является какой-то такой очень ценной для меня экскурсией. И в этом случае, если у меня нету сил прямо сейчас, я стараюсь срочно где-нибудь занять в прошлом, в будущем и промернуть. Слишком сильный наркотик сложно отказаться. наркотик, естественно, на кавычный тип. Ну, да, у меня ощущение сейчас такой немножко оторванности разговора. Видимо, оторванности, ну, для меня эта оторванность возникает, потому что категоризации много, да? То есть у нас абстрактный. Хочется поместить этот разговор в конкретные отношения. Если помещать в отношении ребенка, ну, или подростка и родители, вот о чем мы перед этим говорили, то, ну, Илья, мне кажется, что это, я думаю, не кажется, я думаю, как-то на опыт опираюсь, что это некоторая данность, которая, ну, как природа, как... вот есть ручей, и у него 50 сантиметров глубины. Глубже ты не нырнешь, как бы не хотел, какая жажда бы не была, вот. И сегодня мы в ручье. Завтра талые воды и ручей превращаются в маленькую речку на какой-то промежуток времени. Ну, да. И вот я сейчас, мне захотелось подумать про вот это вот, если уж вы говорите, ну, воспользовались этим термином наркотик, пусть оковыченный, то невозможность нырнуть – это возможность пережить абстиненцию, да, я продолжаю. Выясните. Да, возможность пережить отсутствие чего-то, возможность напитаться этим отсутствием тоже, да, то есть мы не можем сейчас, я понимаю, я ощущаю, что у моего партнера, как мне кажется, нет ресурса, нет там еще чего-то, мы не можем, да, мы не можем быть так близки, как я сейчас бы хотел, но мне нужно будет как-то это пережить, мне нужно будет как-то с этим смириться. Наверное, это ситуация взросления для взрослых, если для детей ситуация взросления – это ситуация, когда все сложнее обладать теми игрушками, которыми хочется обладать, ну, невозможно обладать всем миром, да, все время удовлетворение откладывается, то желание другого человека – это вот и неудовлетворенное желание другого человека, и не могущее быть удовлетворенным, ну, по крайней мере, допустим, тот же Лакан об этом говорил, да, это такой известный французский психоаналитик, назовем так, да, Лакан об этом говорил, о том, что мы, в принципе, не способны на то, чтобы быть удовлетворенными. Это часть нашего, нашей конституции, нашего человеческого такого бытия. Если нам что-то у Ильи спросить, он еще в эфире. А, ну, может быть, если Илья как-то прокомментирует, то да, мы, ну, наверное, так, как я это слышу. То есть близость в этом смысле – это всегда неудовлетворенность, ну, с обратной стороны. То есть это смесь того, что получилось и того, что не получилось. Это что-то всегда острое. Обладание – это всегда ощущение потери, вот я бы так, наверное, сказал. Причем острое ощущение потери, ощущение утраты, ощущение того, что не смогло случиться. То есть что-то случилось, но что-то точно не смогло случиться. И вот, наверное, это и есть для меня такая человеческая близость в в этом понимании. Ну, вот такой ответ, наверное. Илья, вы еще здесь? Да, я здесь. Я внимательно слушаю. Пытаюсь как-то размышлять параллельно тем текстам, которые слышу. Вот, и я думаю, что, возвращаясь к практике, к прагматике киновстреч или встрече родителей и ребенка в пространстве фильма, например, просмотренного, это ситуация, в которой, ну, вот я сейчас подумал, сейчас эта мне мысль пришла, к которой родитель может научить ребенка не только удовлетворять свои желания, но и четко ему сигнализировать, что все твои желания не будут удовлетворены. И это не потому, что мир плохой, не потому, что ты слабый, а потому, что, ну, это часть человеческой природы, что неудовлетворенность – это не повод, ну, не знаю, расставаться. Это неудовлетворенность. Вот перестать искать новые отношения, да, или новое взаимодействие. Да, не повод отказываться от чего-то. Я бы даже, может быть, так сказал, Илья, я разовью эту мысль еще дальше. Полная удовлетворенность, может быть, это, ну, что-то, что должно бы человека заставить задуматься, что такое со мной происходит. Уж не шернулся я ли чем-нибудь. Я извиняюсь за этот термин, но вот эта линия была, да, не укололся ли я чем-то, вот на этом сленге говоря, не употребил ли я что-то, и мне полностью хорошо, но вот это вот нехорошее состояние, ощущение утраты возникнет после. Ну, того, как мне будет хорошо, потому что это хорошо не может долго длиться. В общем, вот какая-то такая категория. Спасибо за комментарий, за вопрос. Вот она мне сейчас буквально в ответе позволила сформулировать вот этот важный какой-то, это даже не нюанс, а важную какую-то половину, может быть, да, условную половину, половину этого опыта. Да, Илья, хочу спросить у вас, на ваш взгляд удалось ли нам сегодня расширить ответы или более его конкретизировать относительно нашей прошлой программы, когда вы задавали свой вопрос? Ну, вы знаете, сейчас у меня есть пища для размышлений. Идея Лакана, который сейчас Алексей Миталович бросил, у меня была глубоко и основательно слабыта, да, что я как-то не думал про это, чтобы размышлять в этом ключе, да. Сейчас у меня есть попытки думать, а где же та ситуация, где моя попытка на то, чтобы быть удовлетворенным, должна закончиться, и где должна начаться попытка в том, чтобы удовлетвориться своей удовлетворенности. В том числе неудовлетворенность. Ну, да. То есть где возникает точка поворота? Я думаю, Илья, что она возникает, скорее это не точка, а опыт столкновения с реальностью. Ну, с реальностью взаимодействия с другим человеком. То есть я бьюсь об эту реальность, мне больно, я расшибаюсь в кровь, я снова иду в эти отношения с надеждой, ну, теперь-то я умный, теперь-то все точно получится, теперь-то мои отношения с кем-то точно будут идеальными, учитывая прошлый опыт, и они опять становятся неидеальными. И тогда мне нужно, может быть, этот идеализм отношений пересмотреть и... Добавить туда немножко червоточники. Ну, да, помните, как, наверное, вы эту притчу знаете про... Я перевру про китайского императора, который пригласил к себе выметенный абсолютно идеально парк мудреца для того, чтобы показать, насколько, ну, вот там, красиво и чисто. И мудрец то ли попросил добавить туда листьев павших, то ли сам добавил и сказал, теперь картина завершенная, да, то есть вот без этого наша человеческая картина оказывается незавершенной. Все остальное... Парк без листьев, судя по всему... Парк, в котором нет жизни. ...мертвый. Вот интересно, да, парк, в котором нет напоминания о смерти, мертвый. Парк, в котором есть напоминание о смерти, живой, ну, напоминание в виде листьев, да? Ну да. И это парадоксальным образом в нас встроено, и мы сразу это начинаем ощущать и узнавать. Поэтому женщина без признаков и морщин и так далее воспринимается мертвой, да, а женщина с лучиками морщин вокруг глаз, вокруг рта, то есть с признаками, ну, как бы, старения и увядания воспринимается как раз живой. Я прошу, ну, может быть, женщина-мужчина здесь не так важно, я об этом, да? Вот. Сексуальный партнер, который способен длительно поддерживать эрекцию, воспринимается мертвым, потому что он никак не может закончить этот процесс, а человек, который способен возбуждаться и испытывать пиковые переживания, воспринимается как живой, хотя в этот момент он как будто слабый. Ну, вот я из разных просто схем попытался, не схем, а отношений попытался эту идею, ну, показать, как она, может быть, работает. Спасибо, Илья, за звонок. Спасибо, да. Мы в оставшееся недолгое время можем, наверное, обсудить то взаимодействие, которое сейчас у нас развернулось в эфире. Ну, я могу сказать, я еще раз, да, спасибо Илье за вопрос. Нечастый вопрос, он по сути, по существу, и для меня это вопрос важный с той стороны, что вот какая-то, ну, назовем, какие-то вот такие вопросы основательные, да, они основательные, они интуитивно, мне кажется, мы чувствуем, что они важные, но не всегда до этих вопросов вот в нашей суете доходит дело, да, и до того, чтобы задать этот вопрос, и вообще подумать над ответом. Елена, вот я сейчас, вы говорили, я подумал про суету, и я хотел с вами согласиться, то есть идея как будто такая, надо сначала закончить суетой, и потом перейти к этим важным вопросам. Ну, когда до них дойдет дело, да, то есть сначала нужно что-то таком по мелочам. А здесь подход может быть совсем другой. Если мы начнем эти вопросы перед собой ставить, ну, какие-то базовые, важные, то может быть та суета, с которой мы боремся, вдруг исчезнет. Ну, в большой степени. То есть эти вопросы окажутся не такими существенными, и не такими требующими, ну, какого-то постоянного внимания. Поэтому, ну, и для меня это, конечно, вопрос о том, как, вопрос Ильи и комментарий его, о том, как важно в текущей, может быть, непростой жизни задумываться, искать какие-то ответы, задавать вопросы, да. Вот. И я ту самую, может быть, глубину, о которой Илья говорил, почувствовал. Ну, по крайней мере, глубину разговора. Вот. Как для вас был, Елена, этот разговор? Мне было интересно, потому что в наших прямых эфирах это был первый опыт, мне кажется, когда мы имели возможность достаточно долго разговаривать с нашим телезрителем, и у нас вот было какое-то, да, взаимодействие. Ну, мне было интересно. Ну, может быть, кому-то еще было интересно. У нас, я так понимаю, передача... И важно, что Илья позвонил и после прошлой программы переосмыслил, дозвонился до нас вновь. Это как-то протянуло такую ниточку, такой маленький. мини-сериал «Разговор по душам» сложился. Ниточка — это важно. Для меня тоже. Давайте попробуем эту ниточку тянуть. Может быть, у кого-то будут какие-то комментарии. Я думаю, что вот вопросы, может быть, глубины, близости, я просто на приеме с этим встречаюсь, они не так очевидны. То есть, людям, общающимся, нужно договариваться, нужно договариваться, что мы имеем под тем или иным. Что ты имеешь в виду, когда ты говоришь «глубина»? Поясни мне, да? Я не понимаю, да? Ну, например. Или что ты имеешь в виду под близостью? У нас что, есть близость какая-то? Близость — это что? Это когда мы спим в одной постели, или когда мы супруги, или когда мы друзья, или когда мы съели пуд соли? Что такое близость? У людей абсолютно разные представления. У меня нет ни с кем близости. Я никому не могу доверять там и так далее. То есть, по этому поводу есть масса каких-то вещей. Еще мне вспоминался, это так, если читать статью сегодняшнего нашего, нашей беседы, и там внизу список литературы, я бы еще про Берна сказал, который замечательную, научно-популярную книжку написал про людей, которые играют в игры и так далее. У него есть очень хорошее там ранжирование, чем занимаются люди в течение жизни. Я сейчас всех параметров не вспомню, но там есть времяпрепровождение, ну, когда люди хорошо проводят друг с другом время. Есть игры, в которые мы периодически играем с заранее известным результатом, сценарием и так далее. И, по-моему, у Берна с высокой долей вероятности есть такое понятие, как близость. И если игры и времяпрепровождение мы можем каким-то образом выявить в этом структуру, ну, например, у игр есть сценарий, как вы сказали, мы их можем написать. То есть, грубо говоря, книжка по играм может быть, а книжки по близости быть не может. Ну, вот в буквальном смысле. Ни одной книжки по близости нет. Если вы найдете где-то, где будет большими буквами написана книга о близости, то, скорее всего, это книга не о близости. Это книга о чем угодно, только не о близости. Это книга, может быть, о самом авторе, о его опыте, об играх. То есть, близость нельзя описать? У нас не так много времени до конца программ. Близость, наверное, знаете, есть такой апофатический, еще один термин, да, от противного отрицания. Ну, как Бога нельзя описать, указав вот это Бог. Вот про близость примерно то же самое. Ну, потому что это что-то очень точно описывающее человека, и в этом смысле мы можем скорее сказать, что близостью не является, чем что является. Мало того, в этом есть очень тонкий субъективный опыт. Вот есть словечко еще такое, квалия. Сегодня у нас собрание словечек. Да, мы сегодня терминами обогатили нас. Да, слово. Вот. Это субъективный опыт, который другому человеку не передашь, не опишешь, его можно в какой-то степени предложить, и другой человек, будучи нашего вида, гомо сапиенс, шагнет в этот опыт и для себя что-то в нем, ну, определит, поймет. Под занавес нашей программы, Алексей, анонсируете быстро вот кинотерапию, про которую мы говорили в начале, и тоже как-то вокруг нее. В субботу в Софии координаты есть, на сайте, в программе, посмотрите, звоните, встречаются родители и подростки, нужно записаться, безусловно, и это пространство, в котором в это нелегкое время родителям и подросткам есть о чем поговорить, и в этом нам помогают мировые шедевры. И Валерий Бондаренко, и Юлия Подсытник, это ведущие этого проекта. Спасибо, Алексей, за сегодняшнюю беседу. Спасибо. Спасибо Илье, который позвонил. Пожелания какие-то? Ну, пожелания в том, чтобы все у вас складывалось. Всего доброго.